Как растет имбирь дома и на природе? При съемках фильма актерам в кадре приходится иногда употреблять спиртные напитки, в том числе и пиво. Чтобы звезды не ушли в разнос прямо на съемочной площадке, они пользуются заменой имбирным пивом. В состав этого сильно газированного напитка входит поистине уникальное растение, вырастить которое под силу любому. Что за растение, как выглядит? К семейству имбирявых относится около 1600 видов растений. Правильный имбирь, который можно увидеть на прилавках магазинов, принадлежит к виду имбирь аптекарный и такое название не случайно. Дело в том, что помимо применения в качестве пряности в кулинарии это растение, а точнее его корневище, нашло широкое распространение в медицине. Розовом имбире бывает, если выкапывать его в мае, однако чаще всего он просто подкрашивается, но как растет имбирь и где именно? Он представляет собой многолетнее травянистое растение родом из Южной Азии. В дикой природе оно не встречается. Культивировать его начали в Южной Индии еще до нашей эры. Встречается описание имбиря в китайском трактате II века до н.э. Оттуда по торговым путям оно начало свое победное шествие по странам мира. В Европе стало известно в средние века. Ему придавали такое большое значение, что торговцы пряностями рассказывали, что растет оно в далекой стране, где ходят ужасные безголовые люди. Сегодня сказали бы, что это пиар, но он возымел свое действие и имбирь всегда отпускался по высокой цене. Растение достигает высоту одного метра. Длинные и узкие листья обхватывают стебель и растут практически из его основания. Цветы розового или красного цвета собраны в соцветии в форме колоска. Цветок имбиря может быть и другого цвета, все зависит от сорта. Корневище, проступающее из почвы, имеет запоминающуюся форму пальчатообразных отростков, расположенных в одной плоскости. Вопреки распространенному и ошибочному мнению, это всего лишь подземный побег. Настоящая корневая система развивается от него и уходит вглубь земли. Имбирь обладает противовоспалительным и противопростудным эффектом. Помимо этого, это растение полезно при похудении, улучшает пищеварение, тонизирует, стимулирует мозговое кровообращение. Раньше мужчины применяли его в качестве афродизиака и для повышения потенции. Важно! Корневище имбиря не теряет своих уникальных свойств даже после замораживания. Различает два вида корневища имбиря. Белый именно его чаще всего можно увидеть в продаже. После очистки и промывки он становится светлого оттенка. Черный представляет собой неошпаренный кипятком и неочищенный побег. Белый имбирь отбеливается с помощью серной кислоты и подготовка к посадке имбиря. Редкий отечественный садовод знает, как вырастить имбирь в домашних условиях. Но технологии культивирования постепенно проникают в широкие массы. Посадку производят в конце февраля – начале марта. В продаже практически невозможно найти семена имбиря. Поэтому его чаще всего выращивают из покупного корневища, которые можно приобрести в любом продуктовом магазине. Выбирать нужно не засохший и не перемороженный побег со светлой и гладкой кожицей. На имбире должно быть минимум 2-3 почки, просто речи, глазки, можно больше. Именно из них в дальнейшем будут вырастать стебли. После этого можно приступать к вымачиванию и обеззараживанию. Делается это для того, чтобы вымыть из материала вещества, которыми его обрабатывают продавцы для предотвращения увядания и чтобы обезопасить растения от возможных заболеваний. Корневища заливается теплой водой на 6 часов. Вода должна полностью покрывать побег. Для обеззараживания можно добавить несколько кристаллов перманганата калия. Важно! Имбирь растение южное и растет только в теплоте. Для того, чтобы активировать его на рост после вымачивания, его заворачивают в алиэтиленовый пакет и убирают в теплое место, пока из глазок не прорастут тонкие волоски. Только после этого можно приступать к следующей операции. Корневище разрезается на несколько частей так, чтобы на каждом куске был хотя бы один проросший глазок. Места среза присыпаются древесной золой или активированным углем. Теперь имбирь готов к посадке. Выбор горшка диктуется тем, какая цель преследуется при выращивании имбиря. Если ради побега, то в этом случае он должен быть широким и невысоким. Если завести растение хочется ради красивого внешнего вида, то в этом случае нужно выбирать горшок высокий и узкий, чтобы основная сила роста приходилось на надземную часть. Первым в горшок, где будет расти имбирь, вкладывается керамзит примерно на одну пятую высоты горшка или один-два сантиметра. Это будет дренажный слой. После этого можно засыпать непосредственно саму почвенную смесь, для которой подойдет любая земля для выращивания овощных культур. Можно обойтись и без этого и приготовить почвенную смесь самому. Необходимо взять в равных количествах песок, дерновую землю и перегной. Грунт для выращивания растения ни в коем случае не должен быть холодным, иначе имбирь выпадет в спячку и все подготовительные работы окажутся напрасными. Поэтому горшок с насыпанной землей предварительно прогревают. Как правило, для этого емкость ставят на несколько часов возле батареи отопления. Проросшие имбири сажают побеги имбиря таким образом, чтобы проросшие волоски оставались на почве и смотрели вверху. Затем поливают теплой водой и уже через две недели появятся первые всходы. Если воздух в умещении сух, то можно накрыть горшок на это время пленкой. Выращивание имбиря в домашних условиях из корней клубня. Существует еще несколько способов прорастить клубень имбиря. В той же мере экзотический, как и сам этот цветок проращивания корней. В воде проращивание клубня в сфагнуме. Проращивание корней в воде. Корневища насаживается на тонкие стержни из дерева, длинную зубочистку, шпажки для шашлычков и располагается над емкостью с водой так, чтобы клубень слегка касался поверхности воды. Необходимо периодически подливать воду, чтобы уровень жидкости был одним и тем же. Когда из побега начнут прорастать корни, его снимают со стержня и высаживают в горшок, как обычно. Проращивание клубня в сфагнуме. Для этого способа берется контейнер, дно которого устилается мхом сфагнумом. Затем выкладывают корневища глазками вверх и выкладывают второй слой мха уже сверху. Потом наливают теплую воду, чтобы обеспечить очень влажную среду, ставят у источника тепла и ждут, когда прорастут корни. После этого корнеплод можно высаживать в горшок, как описывалось выше. Как ухаживать за растением дома? Имбирь любит, когда много света, но без фанатизма прямые солнечные лучи могут оставить ожоги на его листьях. Идеально подойдет северо-восточный подоконник дома. Как и любое тропическое растение, имбирь хорошо чувствует себя при высокой температуре. Полив начинается с посадки растения в горшок и продолжается в том же духе. Много воды в жару поменьше в дни с умеренной температурой. Обеспечить высокую влажность можно опрыскиванием листьев. К середине октября можно уменьшить количество жидкости. Сухость почвы активизирует рост самого корневища. Если растение выращивается в квартире в качестве декоративного, то оставшийся в земле на зиму побег поливает так, чтобы почва оставалась слегка влажной. Подкормку удобрениями начинают в апреле и вносят с периодичностью раз в две недели, заканчивая ближе к августу. Можно применять подкормку как минерального, так и органического происхождения. Предпочтение, тем не менее, отдается органике, но не стоит забывать и о микроэлементах, в том числе и о калии. Важно, если растение зимует в горшке, подкормку удобрениями на это время прекращают. Калий важен для корневой системы и побегов обрезка нужна только в том случае, если растение выращивается ради самого корня клубня. Это позволит растению направить все свои силы на рост подземного побега. Если же цветовод рассчитывает лицезрить, как растет имбирь и распускает свои красивые цветы, то в таком случае стебель не подвергает обрезке. Когда цветет имбирь, цветение имбиря начинается на второй год. Явление это редкое, но не невозможное и даже в средней полосе России можно наблюдать, как цветет имбирь. Достаточно соблюдать рекомендации по уходу за растением. Зацветать имбирь начинает весной. В зависимости от сорта цветение может продолжаться до осени. Цветущие имбирь и корневища выкапывают зимой, когда стебель завял, а листья пожелтели и опали. Выросший в естественных условиях побег имбиря может увязь буквально в течение недели, поэтому хранить его лучше полиэтиленовом пакете в холодильнике. При заморозке имбирь теряет свои полезные свойства и остается использовать его только как пряность. Выращивание имбиря в открытом грунте на даче особенности. Проращенные имбири высаживают в конце зимы в горшок. Если этого не сделать, то имбирь не успеет вызреть до срока, не говоря уже о том, чтобы зацвести. Этот этап полностью повторяет те манипуляции, которые проводились ранее для имбиря, который предназначался для выращивания в умещении. Откуда его следует высаживать на даче? Перед тем, как посадить имбирь в открытый грунт, в конце марта саженцы высаживают в теплице, а уже ближе к концу мая, когда не стоит. Опасаться ночных холодов имбирь пересаживают в огород. Для этого выбирают южную часть приусадебного участка, возможно, создав тени от солнца в олуденное время. Почва должна быть рыхлой, ее состав также должен включать в себя речный песок, дерновую землю, причем песка нужно взять в два раза меньше, чем остальных ингредиентов. Периодически нужно разрыхлять почву на глубину в один сантиметр, вносить органические удобрения попеременно с минеральными. При этом последние должны преимущественно содержать калий. Выкапывать корневища следует в конце августа, когда листья уже начинают желтеть. Важно! В начале августа перестают вносить подкормку в грунт. Размеры корневища будут меньше, чем в магазине, но садовода должна утешать мысль, что все это выращено на собственном участке. Побег имбиря сушат и несколько дней, после чего убирают в холодильник. Некоторые дачники пересаживают имбирь в горшок и уносят его в дом, чтобы дать ему дозреть до конца осени. Если целью является высадка жгучего растения на следующий год, то его пересаживают в горшок, в котором он в состоянии покоя проводит зиму. Размножение имбиря семенами Если цветоводу посчастливится найти на просторах интернета семена имбиря, его мотарство на этом не закончится. Более известны семена другого представителя семейства имбиря в их кардамона. Семена высаживают в горшок с землей, аккуратно вдавливая их в нее. Для того, чтобы создать идеальные условия для их проращивания, горшок лучше накрыть прозрачной пленкой и поставить в теплое место. Не следует забывать проветривать и поливать посаженные семена. Через несколько дней появятся всходы. Когда ростки обзаведутся хотя бы одним листочком, саженцы пересаживают в отдельные емкости. Первый год для имбиря, выращиваемого из семян, самый сложный. Только через 3-4 года можно будет получить первый урожай подземный побег, который разделяют на несколько частей и выращивают описанными выше способами. Проблемы выращивания, болезни и вредители Имбирь невосприимчив к большинству болезней и вредителей, которые поражают другие комнатные растения. Самым частым гостем является паутинный клещ, который питается растительным соком. Симптомами поражения имбиря этим зловредным членистоногим являются маленькие желтые пятна на листьях, которые со временем увеличиваются. В размерах и превращается в ажурную сеть. Если опрыскать растение водой, то капельки воды покажут паутину, которую плетет на растение этот клещ. Причиной появления паразита является сухой воздух и недостаточный полив. Поэтому лечение проводится двумя путями, применением инсектицидов и частым поливом почвы. Некоторые цветоводы ставят горшок на поддон с водой, дополнительно опрыскивая растение водой. Важно! Существуют комнатные растения, полынь, ромашка, алоэ, бархатец, которые паутинный клещ на дух не переносит. Чтобы обезопасить имбирь, можно расположить рядом с ним этих соседей. Сухой воздух, недостаток воды очень вообще губительна для имбиря. Оно начинает увядать, листья усыхают. Если наблюдаются такие симптомы, лучше немедленно принять меры, пока растение окончательно не загублено. Пожелтение листьев бывает вызвано недостатком влаги почвы, если растение находилось под воздействием прямых солнечных лучей или же почва настолько плотная, что перестала пропускать воздух. Имбирь – удивительное растение, которое одновременно является и жгучей пряностью и лекарственным средством. Это тот случай, когда красота соседствует с пользой. Субтитры создавал DimaTorzok